Итак, мы решили создать свой сайт и использовать при этом конструктор сайтов под названием Joomla. Что для этого надо сделать? Ну, естественно, мы сначала находим эту самую Joomla в поисковике. Для этого вносим в строку поисковика Joomla, пишется это вот так, Joomla. И первое, что у нас выходит в списке после всех реклам, сайт, официальный сайт Joomla для всего мира, который сделан на английском языке. Заходим на этот сайт и видим, что здесь нам предлагается каждый раз скачать последнюю версию Joomla. На сегодня это версия 3.6, причем 3.6.2. Вот вы видите, вот она. 3.6.2 это последняя ее версия. Но потом я расскажу о том, как можно скачать и установить предыдущие версии Joomla. Что еще интересного здесь может быть? Ну, например, если мы зайдем сразу в скачивание, то мы увидим, что в меню Joomla, кстати, этот сайт сделан именно на Joomla, естественно. Есть раздел Joomla на ваших языках. Если вы зайдете в этот раздел, то вы увидите перечень языков Joomla, которых можно использовать, на которых можно почитать. О ней есть что-то. И если вы зайдете в список, то вы увидите в списке под буквой RU, русский язык, русская Joomla, страница информации. Заходим на эту страницу и можете спокойно прочитать все о Joomla. Есть ответы на все вопросы, которые вам могут быть интересны о Joomla. Но сейчас я вернусь к разделу скачивания и скачаю ее. Если я нажму на соответствующую зону скачивания Joomla версии 3.6.2, то у меня должно сразу пойти скачивание. Вот идет скачивание Joomla и скачивание происходит очень быстро. Теперь, если мы зайдем в папку для скачивания, мы найдем файл Joomla версии 3.6.2, полный пакет. Сжатый файл, который нам теперь надо загрузить туда, где мы будем устанавливать свой сайт. А для этого я напоминаю, мы используем локальный сервер, OpenServer, о котором я рассказывал уже раньше. Можете посмотреть эти видеорассказы. Поэтому нам нужно запустить наш локальный сервер, куда мы и хотим установить Joomla. Двойной клик на значке OpenServer, появляется красный флажок в этой зоне, о том, что сервер еще не запущен. Правой кнопкой мы делаем клик и запускаем его. Флажок через желтый превращается в зеленый. Вот он превратился. Снова правым кликом мы входим в меню и видим, вот что наши сайты, пробный сайт Localhost был установлен при установке локального сервера. Поговорим сейчас немного все-таки о том, что же мы будем делать, используя этот самый локальный сервер. Вот просто ради интереса советую вам нажать на меню Localhost, то есть тот пробный сайт, который был установлен при установке самого локального сервера. Вы увидите, что открывается страница браузера. Открывается медленно, но открывается. И вы видите, что в браузере по адресу Localhost, а именно по тому названию, как он и заложен в OpenServer, открывается какая-то страничка под названием OpenServer, где написано добро пожаловать, он работает, есть какой-то рисуночек, есть какая-то ссылка. То есть это какой-то очень простой сайт, который уже установлен в локальном сервере OpenServer, и то, что этот сайт выходит у нас на экране, говорит о том, что он работает. Так оно и есть. Еще для всех дальнейших действий я советую вам обратить внимание на вот эту адресную строку в браузере. Как мы будем работать с локальным сервером, в случае, если мы хотим обратиться к сайту Localhost, мы должны набрать Localhost в этой строке, просто Localhost, и он будет работать. Это первая часть, которую я бы хотел вам сказать и рассказать. Вторая часть связана с тем, уже как устроен, собственно, сам конструктор Joomla. Для того, чтобы Joomla работала, используются всегда два типа документов, скажем так, два типа файлов. Одна это связана с тем, что где-то на локальном сервере, в данном случае, в папке OpenServer, в папке Domains, то есть Domain, есть такая папка Localhost, которую мы только что с вами смотрели. Если мы сюда войдем, мы увидим, что в этой папке физически находятся какие-то архивы. Ну, допустим, первый архив это Index.php, тот самый файл, в котором записаны какие-то вещи, ну, например, там записаны фразы, он работает, делаются ссылки или что-то в таком роде, возможно. Вот тот самый рисунок, который вы видели на странице Localhost. И какие-то еще файлы, вот это, например, фоновое изображение, которое подгружается, рисуночек и делает сайт, строго говоря, вот в том виде, как он выглядит здесь. Если присмотритесь, ну, наверху больше синевые, скажем так, а потом внизу все это переходит в белые. Вот как все это работает, мы, конечно, поговорим потом. Но сейчас вам важно знать, вот тот самый рисуночек, узкий, размером шириной 10 пикселей в ширину и 300 пикселей в высоту, где, собственно говоря, и заложены вот эти самые цвета, ну и так далее. То есть, первый блок, напоминаю, который используется конструктором Joomla для того, чтобы показать сайт Localhost, лежит в папках с сайтами, где в папке под названием Localhost, еще раз говорю, лежат какие-то физические файлы, каким-то образом созданные и каким-то образом подобранные. При этом Joomla является системой называемых динамических страниц. Разница между статическими и динамическими страницами, по большому счету, заключается в следующем. Вот в сайте Localhost, в котором есть всего одна страница, вот эта, фактически это только файлы, которые лежат вот в этой папке. Но если вы представите себе на секундочку, что в этом же сайте была бы какая-то еще одна, другая страница или какие-то одинаковые материалы, где все бы выглядело одинаково, кроме каких-то текстов или каких-то рисуночков, то Joomla в этом случае работает следующим образом. Она для всех страниц использует какие-то общие файлы, которые подгружаются на все страницы, для того, чтобы они выглядели, допустим, везде одинаково. А динамическая составляющая заключается в том, что те самые тексты, которые на страницах будут различаться, они хранятся в так называемой базе данных, где фактически лежит содержимое, скажем так, и какие-то конфигурационные файлы, которые позволяют работать в сеть Joomla. Сразу сейчас не буду детально об этом говорить, но скажу вам, что Joomla состоит как из этих папок, о которых мы уже поговорили, так и баз данных, в которые мы потом зайдем и увидите, как используя вот эту самую программу, которая называется PHP MyAdmin. То есть заход в базы данных Joomla, в том числе страницы Localhost, мы произведем потом, когда дойдем до этого.